Все, что они говорят, что все законно и лес не пострадает, это все неправда, потому что, во-первых, незаконно, а что лес не пострадает, они знать этого не могут, потому что этим занимаются только строители. И экологическая экспертиза проведена не было. Вот посередине каждой радиальной ветки вокруг всей Москвы такое огромное кольцо. Просто поймите, что им сейчас, вот у них сейчас основная задача какая, это строить, застраивать вот эти неосвоенные земли. А чтобы туда люди поехали, им туда надо тянуть метро. Поэтому они совершенно плюнули вот на нас, на старых москвичей. Вот, то есть они не хотят делать что-то, чтобы улучшить нашу жизнь. Они хотят только тянуть до бесконечности эти радиальные ветки, а мы скоро будем, вот нас будут как в Японии, вот так вот вдалбливать в вагоны, потому что иначе просто не войдешь, понимаете? Поэтому мы вот выступаем вот за этот проект. И два года назад мы на публичных слушаниях предлагали вот эту вот трассировку как альтернативу. Но глава управы Каратцев и префект Челышев просто совершили подлог. То есть в протокол никакие предложения внесены не были. Челышев подписал этот протокол и признал слушания несостоявшимися. То есть наше предложение никто не хочет рассматривать. Глобальной вырубки, конечно, не будет, потому что все-таки это метро под землей строится. Но вырубка вот в районе станции Битцевский парк и незначительно Лесопарковый будет. Но самая главная еще опасность, это что они строят эту станцию, и уже есть проект, где домики нарисованы. Вот здесь посередине Битцевского леса. То есть они... Там будет и жилье строить. Правильно. То есть они говорят, что якобы они отказались, ничего, это провокации Кузьмин говорил. Но проект никуда не делся, он есть вот здесь. То есть самая страшная опасность вот эта, если они построят Лесопарковую, то потом они скажут, что у нас станция пустует, надо сидеть уже строить, ничего уже не поделают. Мне кажется, надо выходить еще немножко на другой уровень. Если митинги не имеют значения, надо инициировать проведение референдума. Те люди, которые до митинга не доходят, мы им дадим возможность высказаться на местном референдуме. Раз и навсегда жители проголосуют против того, чтобы убили лесу в метро, вот. И проблема будет решена. То есть мы посмотрим, как это все по закону. В принципе, муниципальное собрание, яснево, уже давно могло бы сделать и инициировать проведение референдума. Жители собрали подписи за проведение референдума. Провели референдум, проголосовали против. Мы опрашивали жителей Бутова. Они устали от строительства. Около центра метро Донского буквально 11 числа я ездила и сама опрашивала жителей. Мне говорят, что нам транслируют, что жители Яснево хотят это соединение. Нам же говорят здесь, что жители Бутова хотят это соединение. А на самом деле никакой заинтересованности жителей такой серьезной нет. У нас прекрасно налажена тут связь автобусная. И есть метро Бутова. То есть какой еще район, который еще находится за МКАДом, имеет два метро. То есть есть районы, которые вообще не имеют метро. Есть ветки, которые перегружены гораздо больше, чем серая ветка. То есть никакой такой необходимости, как нам транслируют, нет. Жители Яснево собрались по управлению строительства метро через Бутовский лес, через Битцевский лес. Сейчас проходит экспозиция в управе района с 12 по 19 января. Можно прийти и официально написать свое мнение. Мы призываем всех жителей, которые против, прийти и приголосовать. Не дать строителям убить наш лес. 30 января пройдет фаной собрание участников публичных слушаний. Тоже туда можно прийти и высказаться. Обязательно приходите. Иначе наши голоса просто никто не услышит.